не знаю буду выпускать ли это видео но есть такая проблема наверное многие знают как мученистый червец борьба с этим паразитом не знаю наверное бесполезно если кому-то и повезло то скорее всего что это повезло пользовалась некоторыми препаратами эффекта совершенно никакого на протяжении вот уже наверное чуть более года не могу никак избавиться от этого паразита сидит он у меня вот на этой лиане stefanotis покупала я ее маленьким растеницам наверное листочков 5 не больше и скорее всего с магазина принесла вот эту вот дрянь пользовалась зеленым мылом систематически три-четыре раза проводила опрыскивание пользовалась еще какими-то препаратами которые мне предлагались в магазинах специализированных но не знаю к успеху это никакому не привело на время только заглушала численность мучнистого червица и далее он опять плодился снова и снова и вот уже нет у меня терпения по крайней мере до определенного момента только знала один способ как от него избавиться это низкая температура значит от этого цветка произошло заражение рядом стоящего цветка была пальмочка удаление с которой мучнистого червица было проблематично просто и все дело пришло к тому что я ее благополучно залила и она начала погибать и была вся облеплена этим паразитом дело было зимой и уже сил не было бороться так как это уже стал явный рассадник выставила я ее на мороз и было замечено что низкие температуры убивают мучнистого червица но также можно убить и не можно сто процентов что мы убьем растение морозом и это как бы не выход еще впоследствии значит пробовала всякие разные препараты но что вот для себя заметила используя обыкновенную салициловую кислоту двухпроцентную значит боролась с вредителем как брала ватную палочку окунала ее в пузырек вот салициловой кислотой и значит точечно этой палочкой протирала все вот эти пазушки где сидят вредители и заметила такой эффект не знаю может быть это просто от спирта или именно от содержания в нем салициловой кислоты значит таракашки эти благополучно помирают превращаясь такое кашеобразное состояние желтого цвета моментально причем но точечно уже когда такое поражение очень трудно бороться и можно пропустить визуально даже где-то какие-то яйца кладки или даже и взрослую особь можно пропустить не доглядеть и что впоследствии приведет к обратному распространению вредителя и вот что решила попробовать пойдя на свой страх и риск потому что сил уже больше нет боюсь за другие свои цветы я взяла опять же салициловую кислоту и попыталась ее развести не попытался развела ее один к одному с обычной водой флаконе с пульверизатором и вот хочу опрыскать чтобы попадала смотрите вот прямо раз и смотрите они на глазах пожелтели видите и хочу опрыскать об видите что происходит то ли спирт то ли содержащиеся в нем салициловая кислота растворяет этих букашек спирт значит салициловую кислоту развела для того чтобы не обжечь растения хотя уже уверенно могу сказать что точечное нанесение когда я пользовалась ватной палочкой смоченной непосредственно прямо из бутылька не разбавленной не наносит никакого вреда растению сейчас я обработаю весь цветок и потом посмотрим что будет дальше хочу сказать что спиртовая вот эта вот смесь действует моментально и я перестрахуюсь не буду выдерживать время в избежание риска может быть того что попортится листочки до спиртом обожгутся просто перестрахуюсь еще раз повторюсь что от флакона с салициловой кислотой когда макала палочку абсолютно никаких повреждений ни ожогов никаких-то пятен ничего не было просто так как хочу сохранить цветок перестраховываюсь и еще хочу отметить что грунт я тоже меняла когда обнаружила мучнистого червеца обрабатывала и меняла грунт сейчас смываем цветок хорошо душе дочек хорошо ополоснули также еще хочу добавить смотрите как следует вот все палочки все шпалерки все 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 что у вас есть в цветах больных мученистым червецом чтобы тоже вот места соприкосновений стволиков с этими палочками он там тоже селится прячется на этих шпалерках тоже их промывайте протирайте и вплоть до вот у меня стоит на окне этот цветок сейчас пойду мыть окно стекло рамы подоконник пойду промою со средством для мытья окон стекол и вплоть до смены штор потому что мучнистый червец может разноситься даже вот вы штору открыли махнули и все его понесло так что вплоть до смены штор и так сегодня 18 сентября первую спиртовую обработку проводили 14 сентября прошло четыре дня при осмотре значит не замечено ни одного кокона да как кладки мучнистого червеца в принципе все довольно таки чистенько хочу произвести спустя четыре дня вторую обработку также развела 50 на 50 с водой и провожу повторную обработку вот так как следует сбрызгиваем опрыскиваем все закоулочки как следует и на листочках и под листочками и так все обильно обработали спиртовым раствором салициловой кислоты разведенном воде с отношением один к одному и сейчас пойду смывать